100 и уже даже более чем 100 дней назад над Россией опустилась ночь, политическая, цивилизационная ночь. Спасибо, что вы пришли сюда, потому что наши братья в борьбе за свободу умирают по 100 в день. Но если здесь мы их можем поддержать хотя бы тем, что и в этот день, и в любой другой приходим говорить об их правоте, о нашей солидарности с ними, это уже очень много. В этот день Россия в 92-м году, по-моему, если я не ошибаюсь, объявила о выходе из состава СССР. Какой? 91-го. Сама эта дата и сам смысл этого мероприятия сейчас кажется чудовищно лицемерным, потому что все эти прошедшие десятилетия Россия занималась восстановлением СССР. Сейчас за мной два новых флага, многие из которых, многие из нас, многие из вас видят их впервые. Это флаг Новгородской республики, который русские политэмигранты поднимают как флаг новой будущей России. Здесь флаг Калмыцкой, Айратской республики, потому что Россия не зря была названа тюрьмой народов. Десятки, сотни малых народов, чеченцев и индушей, калмыков и евреев, литовцев, эстонцев, латышей, армян, татар, выселялись геноцидальными способами и отправлялись на Дальний Восток, в Сибирь. Сейчас, когда мы видим, мы стоим на пороге третьего распада России после 1918 и 1991 года, мы участвуем в нем, мы приближаем этот распад, потому что в третий раз мы увидели, как восстанавливается голова дракона. И эта третья голова, которую сейчас обрубают наши украинские братья, она не должна возродиться в виде нового чудовища. Залогом этого является наша солидарность с Украиной. Залогом этого является наша солидарность с теми россиянами, которые отказались участвовать в этом. Даже с самим фактом того, что они жили бы в России, платили бы налоги, которые бы шли на эту войну. Мы приветствуем вас здесь. Армения всегда была ковчегом спасения и приюта. Мы сделаем все, чтобы ваше пребывание здесь было пребыванием достоинства, свободы и солидарности. Ночь в России, как и любая ночь, когда-нибудь кончится. Я хочу сейчас попросить высказаться нашего друга Давра Дорджи, выпускника Института международных отношений, международного юриста и участника правозащитного движения «Мемориал», запрещенного в России. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!